Здравствуйте, уважаемые зрители нашего видеоканала, а также посетители сайта dvplay.ru. Меня зовут Петр, и я приветствую вас от своего имени, а также от имени компании dvplay. В этом видео я познакомлю вас с еще одной моделью цифрового телевизионного ресивера dbt2 под названием Cascade 2101HD. Это мой первый обзор на канале продукции под брендом Cascade, поэтому немножко о производителе. Группа компании Cascade предлагает для российского рынка оптимальное решение в выборе недорогого надежного цифрового оборудования и продукции для коммутации. Это и компактные модели цифровых ресиверов dbt2, это спутниковые ресиверы, различные шнуры HDMI, цифровая антенна и многое другое. Во многих регионах России, где запущено цифровое телевидение dbt2, ресиверы Cascade уже получили очень даже широкое распространение. В линейке цифровых ресиверов dbt2 присутствует на сегодняшний день пять моделей. Одна из них это Cascade 2101HD, с которой мы сегодня будем знакомиться. Вот в такой вот красно-белой коробочке мы и можем увидеть этот ресивер на прилавках магазинов. Модель собрана на базе чипсета M-Star 7816. Этот представляет из себя эфирный приемник стандартов dbt2 с приемом естественно сигнала на обычную домашнюю антенну. Имеется встроенный hd-медиаплеер, который поддерживает воспроизведение большинства наиболее распространенных видеоформатов, включая в том числе и МКВ, очень популярный формат. Ограничение видео по битрейду 15 мегабит в секунду, что в общем-то тоже неплохо. Имеется возможность записи телевизионного сигнала, есть выходы hdmi и композитные, то есть колокольчики. Ну как вы сами видите по характеристикам, по функциям вполне стандартный уже по нынешним меркам набор, но тем не менее очень даже хороший набор. Давайте посмотрим, что входит в комплектацию этой приставки. А в комплектацию каскада 2101 входит пульт дистанционного управления. Причем надо отметить, что это полнофункциональный пульт, то есть он будет полностью заведовать теперь вашей телевизионной картинкой. Именно с него мы будем управлять телевизионными каналами, записывать телевизионные программы, пользоваться встроенным hd-медиаплеером. То есть теперь пульт от телевизора нам нужен будет только для того, чтобы включить и выключить его. Ну, телевизор, я имею ввиду. Батарейки есть в комплекте к этому пульту. Затем имеется НЧ-шнур для подключения к телевизору. Тут стоит опять же в очередной раз напомнить, что, как и в комплектах других приставок, hdmi кабеля в комплекте нет. Если вы собираетесь подключаться по hdmi, то надо запасаться кабелем заранее. Сам ресивер. Ну и также руководство пользователя, совмещенное с гарантийным талоном. А сейчас давайте познакомимся с самим ресивером. Корпус у Cascade 2101 металлический. Передняя панель пластмассовая, сборка качественная и аккуратная. На передней пластмассовой глянцевой панели находится USB-шный порт. Он служит для подключения флешки или винчестера. На них, я имею ввиду, на флешку или винчестер. Мы можем записывать телевизионные программы, пользоваться также встроенным hd-медиаплеером для воспроизведения фильмов и музыки, которые мы предварительно на флешку или винчестер записали. Имеется дисплей в режиме ожидания, то есть в выключенном состоянии. У него горит красный светодиодик и отображаются часы. Если мы приставку включим, она уже перейдет в режим каналов и, соответственно, погаснет этот красный светодиод. Имеются клавиши переключения каналов плюс-минус, ну и уже упоминаемая мною кнопка включения. Так, на задней панели расположен сетевой кабель, тумблер сетевого включения, вход для антенны, выход для антенны, колокольчики, ну то есть композитный выход на телевизор, видео желтенький, ну и красно-белый, как обычно, это звук. В очередной раз тут стоит напомнить о том, что с карта нет, как вы видите, у данных устройств, потому что они достаточно все компактные, с карт на них не размещают. Поэтому, если у вас в телевизоре вход с карт, то не забудьте заказать вместе с этим приемником, вместе с этим ресивером переходник колокольчики старт. Под видео есть ссылочка, перейдя по которой, вы сможете посмотреть, что он из себя представляет и при необходимости сделать этот заказ. Ну и имеется, естественно, выход HDMI. Тут тоже стоит напомнить, что HDMI кабеля в комплекте нет. Если у вас есть в нем необходимость, то под видео тоже имеется ссылка на страницу сайта devplay.ru с очень большим ассортиментом совершенно разных ценовых категорий HDMI кабелей. Так, ну а сейчас, после того, как мы ознакомились с внешним видом этого ресивера, давайте подойдем к телевизору и посмотрим, как будет выглядеть менюшка. Ну вот, к телевизору я уже переместился, подсоединился к телевизору HDMI кабелем. При первом включении ресивер выдает вот такую заставку, заставку-меню. Ну и ее же мы сможем увидеть после сброса к заводским, после возврата к заводским установкам. Менюшка достаточно не богатая, то есть на начальном этапе при первом включении мы можем выбрать язык-меню, также страну и можем выбрать поиск каналов. Тогда будет сканироваться весь частотный диапазон. Если мы нажмем клавишу exit, вот как видно в нижней полоске, то тогда выйдем в главное меню самой приставки. Первый пункт, ну в верхней горизонтальной строке мы видим это программы, второе это изображение, третье поиск каналов, время можем выставить, опции, настройки и подключение, просмотр через USB подключенных устройств. Это может быть как флешка, так и винчестер, как я уже говорил. Ну в данный момент я покажу поиск каналов. Поиск каналов может быть в автоматическом режиме произведен, может быть в ручном. Так как я знаю номер канала, на котором в моем регионе транслируется сигнал в стандарте ДВБТ-2, я просто выбираю 35 и подтверждаю. После этого приставка переходит в режим поиска этих каналов, но как вы видите моментально первый мультиплекс был найден. Все, как вы видите буквально в течение одной минуты можно зайти быстро произвести эту настройку и уже пользоваться телевизионными каналами в хорошем качестве в цифровом везде стандарте. Если у кого-то возникают сложности с настройками, я рекомендую посмотреть видео, которое я уже снимал, оно опубликовано у нас на видеоканале. Называется оно так, как подключиться и настроить ДВБТ-2. На этом я знаком со цифровым телевизионным ресивером Cascade 2101 HD заканчиваю. Можно резюмировать, что мы рассмотрели еще одну очень хорошую приставку от достаточно известного бренда. Можно сказать, что она имеет легкие настройки, понятный и приятный интерфейс, понятное менюшка, ну и уже ставшие нормой, в общем-то, имеется встроенный HD Media Player, есть возможность записи телевизионного сигнала, ну и нельзя не упомянуть о достаточно низкой демократичной, я бы сказал, цены. Те, кто заинтересовался данной моделью и хочет узнать актуальную на сегодняшний день цену, может перейти по ссылке, которая расположена ниже. Вы попадете на сайт ДВП, как раз на этот ресивер Cascade 2101, и при желании его сможете заказать. Я же с вами прощаюсь, до встречи в следующих роликах, с вами был Петр, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok